Слава Богу! Хорошо быть здесь, друзья! Аллилуйя! Господь обратил мое внимание на одно слово, я никогда не проповедовал его раньше, но Господь обратил внимание, и я думаю, что это слово, оно будет некоторой подготовкой для того, чтобы в воскресенье мы могли принимать причастие, в воскресенье у нас будет святая вечеря, то есть святое вспоминание Божественной крови, Иисуса крови и плоти, которая была мучима и истерзана, и убита за нас, за наши грехи, и мы начнем, мы будем говорить о, такое есть выражение в Библии, очень сильная Библия, Библия это сильнейшая книга, здесь сильные слова, слова полны глубокого смысла, слова, которые даже мир не может познать, мир не может познать своей премудрости, так написано в Библии, но Бог говорил об этом тысячи лет назад, слава Господу! И вот в послании евреям апостола Павла говорится очень сильное выражение, и в Евреям 10 говорится о том, что закон Ветхого Завета был тенью будущих благословений, и он не являлся самым образом вещей, то есть он был лишь тенью, он не был тем, что Бог хотел на самом деле дать, но это лишь было отражение, была тень, и каждый год там приносились жертвы с одной целью, каждый год, один раз в год приносились жертвы первосвященникам, вот Иисус стал другим первосвященником будущих благословений, но этот же первосвященник Ветхого Завета, он приносил каждый год жертвы, чтобы Бог простил прошлое, и чтобы Господь благословил свой народ. На один раз в год, на год, можно сказать, Господь прощал. На год Господь не то чтобы прощал, Он покрывал грех. Что такое покрывал грех? Это значит, жертва, которая, Господь говорил, если кто согрешит вот так и так, пусть принесет однолетнего Агнеса без порока, кто согрешит вот так, пусть принесет жертву тельца или овна, то есть мужского пола, особь, овцу, и покрывать. Это значит, Бог видел кровь, и она как будто бы была между человеком и Богом, вот эта кровь убиенного животного. Бог говорит, если ты согрешил, пусть будет убито животное, если ты согрешил, пусть будет убито овца за тебя, если ты согрешил, принеси в жертву, и священник заколет ее и покопит кровью. Вот такая была заместительная жертва, то, что заменяло человек. И Бог показывал, за грех должно быть наказание смертью. Но Бог миловал человека, а за это наказывался животное. Бог показывал, насколько грех грешен, насколько он неправильен и ужасен в Божьих глазах, что должно быть убито животное. Грех, и я буду говорить сегодня, тема проповеди – это сознание греха. И это выражение именно есть в Библии. И Бог привлек мое внимание к слову «сознание греха». Евреям 10 глава говорится, что жертва не могла сделать совершенными приходящих к Богу. То есть каждый год, иначе не нужно было приносить каждый год жертву. Если бы жертва была совершенная, то человек был бы прощен однажды и навсегда. Но, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Евреям 10 глава не имели никакого сознания грехов. Были бы прощены однажды. Но сознание грехов оставалось. Сознание грехов оставалось. Что такое сознание? Это сложный термин. И даже если читать в Википедии, там написано, что даже многие затрудняются сказать, что такое сознание на самом деле. Но некоторые пытаются говорить о сознании. Сознание, некоторые говорят, что это ощущение или реальности, окружающей реальности. Философские всякие есть понятия. Но сознание, это значит, сравнивается, вот человек находится в сознании. То есть он ощущает, осознает окружающую реальность. Если человек находится без сознания, он не находится в сознательном состоянии. Он не сознает, он не понимает. Он может что-то чувствовать, какую-то боль, какие-то сигналы. Но это называется бессознательное состояние. Сознание описывают разными терминами. И вот Библия говорит, что есть сознание греха. Сознание греха – это понимание, ощущение действия греха. Или последствия греха, или ужас греха, или отрицательное воздействие греха на нашу душу, на наше сердце. И вот Бог говорит в Писании, что если бы жертва Ветхого Завета, то есть если бы принесенные в жертву валы, значит, овцы и так далее, приносили бы освобождение от греха, тогда не было бы больше сознания грехов. Но сознание греха оставалось. И в Псалме 37 Дух Святой сказал мне сегодня слово в сердце. Я слышал слово, я нашел его. «Беззаконие мое сознаю и сокрушаюсь о грехе моем». Псалом 37, 19. «Беззаконие мое сознаю». То есть это сознание, оно было в сердце. И оно было в сердце Давида, оно было в сердце народа Божьего. Сознание греха. Господь сказал, в день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Это дерево познания добра и зла. И вот когда человек... Сознание и познание – это очень близко. То есть есть сознание, или человек познал грех, вкусив запрещенное, взяв ненужное, запрещенное Богом, он получил сознание греха. И это сознание, оно приносило не то, что вот я сделал что-то неправильно, но это было осознание духовной смерти. Это осознание разлуки с Богом. Что-то хорошее оборвалось. Связь с Богом лопнула. Как бы ниточка этой жизни, она разорвалась. И каждый человек, Библия говорит, все согрешили. То есть каждый из нас начинает осознавать, кто приходит в присутствие Божия. Опасность и порочность, и ужас, греха. И сокрушаюсь о грехе моем. То есть что приносит грех? Сокрушение, сожаление. Поэтому Адам и Ева, они пережили это. Мы с вами все это пережили. Я спрашивал одну женщину. Она оступалась и падала несколько раз в алкоголь. Я спросил, что вы чувствовали, когда вы согрешали? Она говорит, я чувствовал себя просто преступником. То есть сознание греха таково, что она ощущала себя преступницей. Один человек, который пришел к Господу и принял Христа, и Бог освободил его от грехов, в том числе от наркотиков, он пошел за Иисусом. Но однажды он оступился, и он впал в грех. Это был, ну я не буду говорить, какой грех, но это не был грех наркотиков. Это был, ну хорошо, это был грех греха, блуда. И он пришел с покаянием. Он пришел и каялся в нашей церкви. Он из другой церкви. Он молился и просил Господа простить. И он сказал, когда я согрешил, то как будто бы бетонная плита упала на меня. Представьте, человек, который всю жизнь раньше, сознательно, много лет, много лет грешил. И он стал праведным и святым. И потом, когда он оступился и упал, и согрешил, и он сказал, я почувствовал, как будто бы тяжелая бетонная плита упала на меня и раздавила меня. То есть грех имеет сознание тяжести. Человеку становится тяжело. Тяжело. Помните Саулу, как было тяжело. Он сказал, тяжело мне. Господь отступил от меня. Слово отступило от меня. Бог не говорит мне в основедении. Бог не говорит мне через пророков. Это осознание греха. Это осознание разрыва связи с Богом. И это понятие существует, и оно есть, не только объясняется в Библии. Оно осознается или чувствуется многими людьми. Даже отъявленные, казалось бы, преступники в определенное время вдруг осознают, что они поступили неправильно. Что поступили подло. Что поступили очень нехорошо. И некоторые идут с повинной. Некоторые не идут с повинной, потому что знают, что им ожидает осуждение тюрьма. Но внутри мучаются. Идут в церковь. Исповедуются священникам. В католической церкви. Мафиози. Люди из мафии. В Туиталии. Они идут и исповедуются священникам. Они знают, что исповедь должна храниться. И это великий грех. Если священник нарушит исповедь, то его могут лишить сана. Тайную исповедь его могут лишить сана. И поэтому они идут, потому что они знают, что они хотят облегчить свое сердце. Осознание греха. Оно не покидало людей в Израиле до тех пор, пока не пришел Господь Иисус. Радость спасения. Радость и освобождение. Это есть новое осознание. Это есть новое познание. Познание того, что Бог дал нам во Христе Иисусе. Дадим славу Богу. Аллилуйя. 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 Итак, слово говорит. Беззаконие мое сознаю. Салом 37. Тем сокрушаюсь о грехе моем. И вот это осознание греха, оно людей вело к Богу. Что приводило людей совершить жертву? Что побуждало их отказаться от одной овцы, от десять овец, или даже сотни овец, или коз, или волов? То есть это откормленных телят. Осознание грехов. Осознание вины. Не просто приказ Господа, принеси в жертву. Принести и все. Нет, это выход, это подсказка, это решение. И они понимали, что вместо меня будет наказано невинное животное. Господь сказал, если кто принесет жертву, должен принести ее без порока. то есть без пятна, без порока, чтобы не было повреждения, не было нарушения физических, недостатков не было на теле животного. Чтобы тем самым показать, что невинное животное, непорочное животное, оно стало виновным вместо тебя, а ты виновный и порочный, защищен или покрыт вот этой жертвой. Но Господь сказал, что больше я не восхотел жертвы, но тело уготовал мне. А сознание греха очень сильное чувство. Оно держит человека до тех пор, пока человек не найдет выход в Боге. Оно иногда затихает, потом опять появляется. Человек заглушает его, некоторые заглушают его грехом, алкоголя, но оно опять пробуждается в нем. Сознание вины, сознание долга. Это чувство от Бога. Но оно не должно быть окончательным. Оно должно быть предшествующим познанию Бога, познанию славы в лице Иисуса Христа. Познание греха, о чем написано, что мы бы уже не имели никакого сознания грехов, если бы жертвы действовали. Но жертвы каждогодно опять напоминали, что грех все-таки есть. Грех есть. И поэтому опять за него, опять просить. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Цель Бога. Цель Бога – уничтожить грехи. Уничтожить грехи. Слово говорит в ослании евреям, он явился в конце веков для уничтожения греха, жертвую своею. Евреям 9, 26. Почему? Потому что согрешившая душа умрет. Написано в книге Изекииля. Согрешившая душа умрет. Бог так сказал Адаму. Бог так сказал в Новом Завете. Если живете по плоти, то умрете. Если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Сознание греха. Это мучило каждого из нас. С юного возраста, с подросткового возраста. Давление греха. Попытка уйти. Закрыться в себе. Попытка заглушить чем-то. Отвлечься играми, забавами. Но нет. Господь привел нас к алтарю. Привел нас к покаянию. Благость Божия, написано, ведет нас к покаянию. Сознание греха, оно происходит внутри сердца человека. Не только внутри разума, внутри сердца. Потому что разумом человек может понимать, что он поступает неправильно. Но если его сердце не говорит, если его сердце не сознает, тогда не происходит процесс покаяния, то есть не происходит выхода. И Божья цель именно коснуться человека сердца, коснуться его сознания, не только коснуться разума. Есть религиозные обряды, которые касаются только разума форм. Есть какие-то человеческие понимания, находящиеся в разуме. Но Бог – это Бог сердца. И Он – Бог внутреннего. Он – Бог разума, но Бог – Бог из сердца, духа. И поэтому работа Духа Святого направлена на то, чтобы так, как человек познал, имел познание перед этим греха, чтобы теперь Он познал благость Божию, познал через веру. Потому что познание и вера в познание Слова Божьего, что сделал Господь, оно заменяет, отменяет познание греховности, осознание греха. Сознание, если мы следуем человеческим терминам, это понимание реальности, реальное восприятие окружающего. И поэтому, когда человек грешит, он реально воспринимает. Он, может быть, не все знает, что за этим последует. Он не понимает муки ада, но он начинает осознавать, что он поступил неправильно. Это такое чувство томления, чувство переживания, беспокойства, стыдливости. И за этим следует гораздо больше, если говорить о покаянии. И мы можем сказать об этом. Гораздо больше есть осуждение себя, есть унижение себя и так далее, и многое другое. Но, надеюсь, к этому мы вернемся. Итак, сознание греховности, оно происходит в сердце человека, потому что в сердце человека находится совесть. Совесть, она работает, воздействует на сознание. она дает нам чувство, чувство вины, чувство познания добра и зла. И вот Бог в своей мудрости, в своей любви в этой величайшей книге Библии, потому что Библия – это мудрейшая, великая книга. Почему я сказал, что даже мир не может понять это познание? Потому что, да, так и написано, даже в том же словаре, что многие затрудняются о том, что такое сознание вообще. То есть, кто как. Но Бог говорит точно. Бог говорит нам об этом. И когда Петр заплакал, что это было сознание его греха. Сознание – это проявление скорби, печали, печалиться о грехе. Библия говорит, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. То есть, это такой процесс. И вот Божья цель, чтобы Духом Святым именно коснуться всех жителей земли, каждого человека, коснуться его, чтобы он так осознал, что он грешен, и чтобы он осознал и познал, что Господь праведен, Бог любит его, зовет и готов простить, если он покается. И еще скажу немножко о сознании. Библия говорит о совести. И Библия говорит, совесть называет разными терминами. Есть такое слово, очень сильное слово – порочная совесть. То есть, совесть – это осознание добра и зла. Павел говорит, что это мысли в сердце, которые оправдывают и обвиняют одна другую. То есть, это внутренний анализ идет. И он идет вопреки часто желанию человека. Человек оправдывает себя. Он пытается сказать, что да нет, вот тот человек сам виноват, он там первый начал, как дети говорят. Вот он. Но внутри говорится что-то. Ты поступил неправильно. Ты сказала, ты сказал, ты поступил неправильно. Кто-то в мире сказал, совесть, она не имеет зубов, но она съедает человека. И это больно, но это нужно. Если человек не осознает, что он не имеет сознания греха, то он не может покаяться и искать выход. Если человек считает грех нормой, то он в ужасном состоянии. Потому что сатана приходит, приносит, хочет, он атакует разум человечества, объясняя, не объясняя в смысле, а уча их, что грех – это норма, что внебрачные отношения, в смысле, жить вне брака, как будто бы это норма, и уже называют это гражданский брак. Нет. И так далее. И все это доходит до грехов Содома и Гаморы, до однополых извращений и всяких связей, которые мир пытается навязать. Но человек приходит к Богу, Бог касается его, и вдруг у него осознание. Он говорит, согрешил я. «Согрешил я». Помните, Иуда сказал. Он не покаялся, но он осознал, что он делал грех, но он не покаялся. Он сказал, «Согрешил я, предав кровь невинную». И он не пошел путем покаяния, он не нашел выхода для себя, он пошел в погибель, но когда он это сделал, этот грех дал ему знать о себе. «Скажите аминь на это». Этот грех дал ему знать о себе. То есть он, продавая за 30 серебряников, он не думал, что он переживет эту силу греха. А он понял. И поэтому те, кто убивают, те, кто стреляют на войне, те, кто совершают другие поступки, они иногда не думают, что грех, он принесет такое сожаление. А потом они сожалеют. Когда Иисус пришел, то Он дал нам познание Иисуса Христа через веру. И мы начали познавать это не через наши заслуги, получая оправдание, но даром по Его милости. Нам трудно было поверить, нам трудно было понять, что Бог простил нас, меня простил. Много месяцев я сопротивлялся своим сомнениям, потому что мне было трудно поверить, что Бог меня простил. Я считал себя мальчишкой-подростком из верующей семьи, и я не имел права на такие поступки и слова. Поэтому я осуждал себя и пока ищет в церкви, я считал себя недостойным. И я думал, что я никогда не смогу быть проповедником, я никогда не смогу быть таким хорошим, как вот эти другие верующие, которые поют и молятся в церкви. И потребовалось время, чтобы поверить, поверить в милость Господа. И когда я поверил, я не знаю, как это все произошло. Вера, она действует как-то выше нашего понимания, но что-то в моем сердце. Когда я читал проповедь одного мужа Божьего, который убеждал, что мы должны благодарить за то, что он нас простил. Благодарить, когда мы этого не знаем, не понимаем, но просто верим. И я попытался это делать. Мне стало очень-очень хорошо внутри. Я осознал вдруг, что мне легко, что мне хорошо. Это было познание того, что Господь меня простил. Но осознание греховности – это достояние всего человечества, каждого отдельного человека, малого и старого. Сознание греховности – это следствие наших ошибок, больших и малых. Это результат действия работы Божьей в нашем сердце, называемая совесть. И поэтому в Евреям 10.22 говорится, чтобы мы омыли сердца от порочной совести. Смотрите, совесть имела порог. Дальше. Совесть осквернена мертвыми делами. Евреям 9.14. Евреям 10.22, Евреям 9.14 написано, что наша совесть была осквернена мертвыми делами. Осквернена. Чистая совесть – это чистое сердце. Сердце не в смысле физическое, но сердце духовное. Это как бы суть или сущность нашего духа. И Петр говорит, что крещение – это обещание Богу доброй совести, то есть чистого сердца. Крещение может осуществлять человек, который покаялся, которого сердце стало чисто. Если человек не покаялся в грехах, если он не покаялся в том, что он курил, то, что он выпивал и так далее, если он не покаялся, то его сердце не очищено. И если сердце не очищено, оно не свободно. Не свободно от греха, не свободно от власти тьмы, не свободно от ада и так далее. И человек несвободный, он не может дать обещание Богу, потому что он его не сдержит. Он не может жить свободно, потому что он не покаялся. И поэтому Павел, он проповедовал именно покаяние. Это значит осознание греховности и веру в Господа Иисуса Христа. И он сказал так. Мне понравилась история, в Деянии апостолов Павел стоял пред царем. Вот такая у него была позиция. Проповедовать. Бог сказал, что он будет избранный сосудом, который будет проповедовать пред царями и многими народами. И Деяния 27, царь Агриппа позволил Павлу говорить. И Павел простер руку и стал говорить в свою защиту. И он говорил свою речь, Деяния 26. И, наконец, он рассказывает свидетельство, как Бог явился ему, как Иисус ослепил его и сказал встать на ноги. А затем Господь говорит, я избавляю тебя от народа иудейского, язычникам, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету. Деяния 26, 18. От власти сатаны к Богу. Смотрите. И верой в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Верой в Меня. Вот здесь начинается выход. Верой в Меня, Иисус говорит, получат прощение грехов. И вот это сознание греховности, оно меняется на познание Господа Иисуса Христа. Верой в Меня получили прощение грехов и жребий со всеми освященными. И он дальше. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Я не сопротивлялся, в смысле, я пошел проповедовать. И сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом жителям всей земли иудейской, язычникам проповедовал, чтобы они покаялись. И обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. То есть покаяние – это тот выход, который человек имеет на себе под давлением сознания греха. Покаяние. И в другом месте Писания Павел говорит тоже о своем служении. И он говорит, Диане 20, стих 21. «Я возвещал иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Покаяние и веру. Возвестить покаяние. То есть вы приходите, вы – молодая пара семейная, вы – молодой человек, вы подсказываете человеку покаяться. Павел говорит перед большим собранием мыслителей, философов и ученых, и умных людей Греции. Он говорит, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Диане апостолов 17, 30, 31. Бог ныне всем повелевает повсюду покаяться. И оказывается, покаяние – это как раз выход, когда наша совесть, она получает освобождение. Когда наше сердце будет ческовано грехом и темнотой. Вдруг оно отпускает грех. Мы вдруг начинаем понимать, что вот эти муки греха, муки осуждения за грех, они меняются на свободу именно благодаря Иисусу Христу, который стал вот этим Агнцем, который навсегда освободил нас от тех грехов. Не то, чтобы через год нужно было опять помолиться первосвященнику за тот грех, который был совершен сколько-то лет назад. через год опять, через год опять. Нет, это было то, чтобы однажды и навсегда. И поэтому я хочу возвестить сегодня Слово Божие, что Господь простил тебя, простил нас. И Павел говорит об этом и Ефесянам, и Колоссянам, простив нам все грехи. То есть их уже не существует во Христе, если мы покаялись и поверили. Все, что было сделано до тех пор, пока мы пришли к Иисусу, и когда мы покаялись, ошибаясь, Бог простил нас, и в этом милость, и это нужно принять только через веру. Дадим Богу славу. Только верой. Только верой. Только верой. Редактор субтитров А.Семкин